В этом доме едва не произошла трагедия. Хозяйка квартиры на втором этаже рассказывает, соседи снизу решили избавиться от клопов в квартире. При этом, уверяет Марина Платонова, их никто не предупреждал от дезинфекции. В итоге детям стало плохо. Медики диагностировали отравление. Острое отравление химическими веществами. И они у нас, знаете, уже с четверга получается, уже который день. Они вас не предупреждали? Нет, они нас не предупреждали абсолютно. Я вчера нечаянно увидела, что они пришли в квартиру, я стала с ее мужем разговаривать. Он сказал, что они еще в субботу это будут делать. То есть они будут травить, пока нас, получается, совсем не отравятся. Спустилась к ним, постучала. Ну, здесь не очень хорошо. Ну, здесь до конца, если это видно, там. Здравствуйте. А вы кто? А почему вы не обрабатываете? Подождите, я сейчас в милицию вызову. Вы знаете, позавчера мне плохо было, скорую вызывала. Почему никто не говорит? Сейчас я в милицию. Это вещество опасное для людей. Женщина уверяет, написала заявление в полицию, обратилась к санврачам, но никто так и не отреагировал. Тревогу забила и съемочная группа нашего телеканала. Только после вмешательства корреспондентов приехали полицейские, чиновники ИСЭС. Хозяев квартиры на первом этаже дома не оказалось. Санврачи направили бригаду лаборантов, чтобы выявить степень опасности, проведенной дезинфекции. Каждый, кто проводит дезинфекцию, обязан получить разрешение. После должны предупредить жителей. Только после этого можно проводить работы. Что касается этого случая, на место приедет группа лаборантов, которая выяснит, насколько опасно все и откуда очаг. Это не первый случай, когда за помощью медиков после дезинфекции обращались шимкенцы. Травля тараканов и клопов два года назад обернулась трагедией. Двое малолетних детей попали в больницу. Восьмимесячную малышку спасти не удалось. Разобраться и найти виноватых в сегодняшнем инциденте предстоит экспертам и полицейским. Выводы пока делать рано.